приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня мы у наших кабачков уже они просят внимания потому что мы это собираем урожай уже очень вкусные кабачки готовим и уже нужно думать о разных мероприятиях которые необходимо выполнить именно сейчас вот уже и почему об этом нам сигнализируют об этом нам сигнализируют хочу чтобы видели вот смотрите эти кабачки уже сейчас я обязательно надо срезать почаще срежу вот видите это уже недостаток микроэлементов обычно кальция не хватает но я думаю что нужно вообще комплексное сейчас мы поговорим о том что нужно давать видите уже часть какая часть у нас отдала кабачки это искандер я очень люблю они не длинные такие не выгоняют зеленую массу а именно дают плоды и вот уже вот столько плодов так мы их собираем сейчас я их надо обрезать чуть-чуть чуть-чуть отойди вот замечательный кабачок вот этот попробую его отрезать вот особо и нельзя о есть этот красивый замечательный кабачок но это не значит что мы спокойно можем почивать на лаврах и не кормить потому что их надо кормить постоянно вот здесь вот такая у нас ситуация вот это по подкормкам сейчас мы будем говорить и давайте еще рядышком помните мы высаживали кабачки красавцы да здесь есть и такие вот цветочки есть иногда вот мужской цветочки здесь такая же ситуация смотрите здесь тоже вот плод а попробуем его так тоже плод который сигнализирует но у нас очень жарко было хотя и поливали но все равно нужно нужно питание потому что уже сколько мы собирали урожай значит нужно их подкармливать вот здесь тоже хороший кабачок мы его сейчас снимем вот все нормально видите снизу сколько уже кабачков было собрано какой хороший урожай искандер что сейчас нам нужно сделать до того чтобы провести подкормку смотрите у нас уже есть старые листья это то что многие как их достать сейчас попробуем достать меня земля здесь пошла вниз поэтому нужно будет еще подсыпку сделать вот так вот видите вот такие листья нужно обрезать и выносить за территорию конечно или где-то подальше так под деревья я их отправляю сверху чем-то присыпаю вообще снизу сегодня у нас овен снизу надо обязательно в овне и убывающая луна тем более обязательно обрезать листья та же самая ситуация видите может даже заболевать так как мы обрабатывали их триходермином трихофитом то естественно этот процесс не распространялся несмотря на то что дожди были мы их когда-то помните видео спасали от холода они вот такая конструкция но пока по крайней мере кабачки маленькие хотя и большие можно тоже такие зонтики делать будет погода все равно будет у нас такая вот прохладная периоды будут резкие прохлада и жара поэтому смотрите внизу мы обложили тоже камушками хорошенько завязали привязали хочу показать почему я убираю нижние листья вот сейчас вот насколько это можно очень хорошо помогает вот этот у нас секатор ножнички вот надо обязательно убирать потому что это старые старые листья они уже только болезни собирают это принцип тот же что и томаты и огурцы и тоже самые другие овощи смотрите у нас помните мы садили их с памперсами очень хорошо я в жару особо не поливала их сейчас по тем приподниму и сюда нужно будет подсыпать землю земелька у нас хорошая давай подсыпай аккуратненько подсыпаю просеянная это дерновая земля тоже хорошая питательная будет среда нам для нашего кабачка и под само растение подсыпь при поливе будет как раз туда вода не поступать а будет по краям снова же в эти памперсы водичка набираться будет но вот такое богатство листьев но это богатство не очень хорошо вот это зеленое да это очень хорошо а вот это здесь нужно будет поработать приорядить так смотрите этот лист уже отработал он дает сигнал уже возможное через него различные заболевания поэтому смотрите чем хорошо не не ломайте ни в коем случае не ломайте листья у кабачков у тыквы вот смотрите здесь пустое такое место все питание идет через вот эти в эту часть листа вот здесь пустота такая если вы будете рвать вот смотрите вот оно и получается что здесь получается больший объем для того чтобы во первых видите что делается для того чтобы занести какую-то инфекцию даже если дождик или туман кстати вот эти резкие перепады тоже и туман уже появляется очень рано в этом году вот поэтому нужно обрезать и я вот обрезаю эти листья есть доступ воздуха уже вот здесь листья уже очень старые самые первые я их в этом году еще не обрезала потому что была такая подводка не очень-то благоприятная так вот это тоже уйдет видите он отработал свое здесь даже вредители поработали вот но он уже свою работу сделал и сейчас я просто готовлю не только чтобы их подкормить по листу а обязательно сейчас трихофит триходермин нужно потому что да она вот остановлена эти процессы остановлены но все равно нужно обязательно сейчас обрабатывать триходермином для того чтобы обезопасить наше растение в будущем не ждать когда уже будет вот все такое растение желтое а нужно сейчас будет это делать так еще вот смотрю где у меня вот этот лист видите как аккуратненько получается и нужно резать не прямо вот у основания а нужно вот чуть-чуть оставлять здесь засыхает ранка и все нормально получается так и это уберем здесь кабачки рвали так тут а есть вот еще внизу вот этот лист тоже обязательно обрезайте листья кто бы чтобы не рассказывал нужно их обрезать потому что у каждого есть свой срок действия каждый свое выполняет задание выполнил следующие должно нарастать кстати и лучше и плодоношение идет вот видите здесь упустила тоже убираем и вот еще старый один даже старый не обламывает не вытягиваем а просто обрезаем это кстати очень важно обрезка именно кабачков вот таким образом ну вот здесь видите уже нормальные кабачки сейчас чуть-чуть погода успокоилась не так сильно жарко дождик и чуть-чуть стало попрохладнее кабачку это нравится но надо сейчас его подготовить к следующему этапу а следующий этап у нас тоже будет через несколько дней очень жарко снова установится вот эта знойная жара поэтому мы сегодня готовим я даже подготовила хочу показать нужны комплексные удобрения по листу они очень быстро работают вот я уже знаю что здесь весь комплекс нужных элементов которые вот кабачку сейчас нужны и вот это всего-навсего 15 миллилитров на 10 литров воды плюс сюда можно добавить вместе с трихофитом потому что здесь нету тех элементов которые взаимодействует или воздействует на трихофит на триходерму поэтому я вот соединю кстати полу литра трихофита и 9 с половиной литра воды и 15 миллилитров вот этого важного комплексного удобрения а теперь еще после этого нужно будет обязательно перед жарой через несколько дней я уже подготовила кабачки всегда когда не хватает кальция начинают гнить вот это вот концовка форма вот такая не хватает кальция поэтому нужно обязательно еще отдельно кстати с кальцием ничего не мешают всегда кальций отдельно 15 миллилитров не больше 15 миллилитров это органическое удобрение это не хилатное и это органическое нано удобрение современные которыми я пользуюсь и опрыскивать растение все время нужно вечером даже если сейчас вот например тучки и нету солнца все равно я использую именно поздний вечер для обработки после того когда мы листья убрали очень важно еще воздух пустить вот меня грабельки есть видите после полива здесь у нас хорошая земелька вот корешочек так нельзя корешочек оттяну памперсы которые мы использовали они кстати здорово помогают если где-то даже я испытание делала не до полив то тянут воду именно отсюда где-то травка все это убирается и обязательно вот это нужно воздух дать им они тоже хотят дышать вот так вот по всему периметру бочки то же самое делается если это открытый грунт не в бочке то же самое обязательно после полива нужно вот таким образом проходить капачки живы они или нет после тех укрытий которые мы делали в период холодного июня вот таких циклонов делали им тепличку они живы и благодаря тому что мы им делали вот такие процедуры и укрытия мы вот имеем и при посадке использовали кстати у нас есть видео тоже на эту тему что мы ставим при посадке и вот это все дает такой результат но естественно мы используем кабачки в данном случае у нас в этом году искандер я его очень люблю очень урожайный не засели нет заселия листьев а есть все сбалансировано и листья и плоды то что мы очень любим раиса горяченко александр волик подготовили сегодняшние видео мы ответили на вопрос как же наши кабачки которые были в июне месяце под ударом холодной стихии дождей и очень холодной погоды вот они все выжили и благодаря нашему уходу и заботе они нас сейчас уже уже вторую неделю мы собираем кабачки обрезаем вкусные кабачки жарим тушим мы их очень любим прощаемся с вами до следующей встречи на нашем канале в новых видео пока 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 удачи вам